Нещодавно на рынку появился новый тип зимового одяга. На ухо, кажут, абсолютно не отличаешься от норки. Но стоит не 100 тысяч, а всего 2 тысячи гривен. Две, Андрей. Сколько? 2 тысячи гривен? Слабо верится. Но, друзья, у меня другой вопрос. Будет ли такая шуба греть? Знаете, это же все-таки не мех, не настоящий. И действительно ли она выглядит как настоящая, а не как подделка? Какое-то позорище. Проверяла, искала ответы на мои вопросы и рэпичку. Я тебя обсудил? Это, это метис. Метис. А папа кто? Папа Нурга, мама Побера. Изобретательные продавцы готовы скрестить хоть казуа с тигром, лишь бы уговорить вас купить у них шубку к новому сезону. Почему они худостые? Потому что она называется Папа Нурга, мама Побера. Называется метисия. О том, что у каждой женщины на зиму должна быть шуба, нам, конечно, вдалбливали с детства, еще современ, господи прости, Советского Союза. Теперь же подливают масло в огонь и гуру мировой моды. Кристиан Диор, Майкл Корс, Фэнди прямо с подиумов демонстрируют, как в этом году должна утепляться настоящая модница. Только шубой и обязательно в пол. Спасибо им, конечно, за модные наставления, но давно ли вы интересовались ценой на натуральные меха? Да вот такая норка в пол стоит минимум 15 средних украинских зарплат. Цена может как бы доходить даже до 80, а то и 100 тысяч гривен. И сколько вот эта роскошница стоит? Такая шубка порядка 35 тысяч гривен. Вот эта моделька. Такая порядка 30 тысяч гривен. 30. Вот эта тоже по пояс. Такая порядка 25. А эта сколько у нас? Такая шубка у нас будет стоить где-то порядка 25-27 тысяч гривен. Главное, вот здесь все тепло, а там уже как-то оно даже и не мерзнет. Ну вот согласна. Цены не то что кусаются, бесят. А тут еще и предлагают за модой на меха успевать. Один из самых модных цветов уже второй год подряд, это вот ярко-синий электрик. Даже норку мы красили под заказ, синий цвет и вот синий песец. Вот так потратишься, а что если в следующем сезоне такой крой из моды выйдет? Но если для того, чтобы позволить себе такого крашеного песца, вам придется перейти на хлеб и воду, мой вам совет, не надо экономить. Как вам такая шубка? Сегодня я расскажу, как купить к зиме шубу и не потратить больше 2000 гривен. Искусственные шубы под норку. Какой мех, натуральный или искусственный, пройдет испытание холодом и свежим мясом? О боже, куда же ты мне перейти? Заходи. Как оценят поддельную норку обычные прохожие? И сколько денег предложат за мои меха на модной светской тусовке? Это отличный мех. Сегодня на Западе редкая модница может без страха надеть на себя натуральную шубу и выйти на улицу. Активисты за этическое отношение к животным не упускают возможности высмеять, облить краской или даже засыпать мукой любительниц шкур убитых животных. Страшные кадры о том, что на самом деле происходит перед тем, как будущая шубка поступит в продажу, заставили правительство Голландии полностью запретить стране меховую промышленность. Сейчас того же требуют и от властей Норвегии. Так что же? Что делать тем, кому либо жалко животных, либо просто не хватает денег на меха? Сегодня интернет пестрит сотнями объявлений, где на вид красивые модные шубы продают за смешные деньги. Правда, с маленьким уточнением – эко-шубы. Что это за новый вид меха? Так ли он красив, как на картинке? И не стыдно ли в таком выйти на люди? Эта шубка под натуралочку. С чего она сделана? Она сделана из искусственного меха с добавлением в волокон вискозы. Сразу скажу, на ощупь мех этой шубы в разы жестче натуральной норки, которую я примеряла в начале сюжета. Похоже на норочку. Кстати, к низу она как-то помягче, вы знаете? Она к низу облегченная. Лучше бы облегчили везде. Утихная облегченная для того, чтобы она легче к низу смотрелась. И за счет того, что у нее размеры, чтобы она красиво при походке открывала ножки. Одна из самых популярных моделей. Вот такая шубка. Это под бамра? Нет, она тоже под норку. Просто она выстрижена волной, благодаря чему она идеально садится на любую фигуру. Стройная женщина становится, даже если она не очень стройная. Уже чудеса да и только. Не знаю, постройнела ли я в этой шубе, но на мой субъективный вкус такая модель немного старомодная. Сколько стоит тогда вот эта вот почти что натуральная норка? В среднем такая шубка стоит до 2000 гривен. До 2000 гривен. Шубки покороче вообще отдают за смешные деньги. Полторы тысячи гривен. А для того, чтобы дышал материал, делают текстильную подкладку. Она утеплена синтепоном. Вот насколько синтепон теплый, мы с вами понимаем. Я думаю, что в хорошую зиму сухую вам будет комфортно. Ой, капюшончик, хвост мешает. Похож на натуральную? Боротник. Боротник похож, да? Ух, вот он гладкий, вот он более похож на норочку. Сама шубка, ну на мой взгляд, похожа больше на козочку. На козочку. Козочка и норочка, прекрасно. А вот эти шубки под леопарда. Ну, я не думаю, что у кого-то закраждется мысль, что это настоящий леопард. Я тоже не думаю, но просто в этом сезоне очень модные такие экстравагантные, скажем так, расцветки. Пока я еще сомневаюсь, а не засмеют ли меня в этом леопарде, эко-шубный эксперт Катя достает главный козырь. Говорит, эти шубы, в отличие от натуральных, не боятся ни моли, ни грязи, ни дождя с мокрым снегом. Можно постирать. Желательно это делать, конечно, в ручной стирке. Я решила проверить эффективность стирки этих шуб вот на этом лоскутке. Намочила, отжала. Как ты там, норочка? Для моего эксперимента я заранее приготовила пару жменек земли. А что? Вдруг, паси Боже, споткнетесь и рухнете в своей шубе прямо в лужу грязи. Но ведь бывает же такое, согласитесь? Потерли, потерли. Господи. Те, кто любят шубы, смотрят на меня, думают, господи, вот это сумасшедшая девушка. Страх и ужас. Или была настоящая шубка, норка, что бы стояло пережить хозяйке? Ну, инфаркт, как минимум. А что потом, что делать? Химчистка. Ну, опять же, даже к натуральному есть условие, что химчистка не чаще трех раз. Пересушивается менздра, кожный покров. Здесь у нас текстиль, поэтому, пожалуйста, стирайте. В общем, замочила, потерла жидким мылом. Можно еще шампунем или даже обычным порошком. Вот так прямо руками и трешь? Да, пожалуйста. Вон уже земля отпадает. С нетерпением жду, что будет с куском этой эко-норки после моих полосканий и, самое главное, после сушки феном. Кстати, времени на то, чтобы просушить этот лоскуток, ушло минут 10. Так что для того, чтобы просушить целую шубу, придется потратить минимум полдня. И вуаля! Но не все так радужно с этими подделками. Производитель обещает носкость и привлекательный внешний вид шубы всего два сезона, в то время как натуральную можно носить минимум лет 10. Но моя новехонькая только с фабрики, как говорится, в своей лучшей форме. Посмотрим, сможет ли она меня согреть. И главное, как оценит мой шубный эконом-вариант хоть один человек, кроме продавца Кати. Девочки, привет! Ку-ку-сики! Опа! Это что, шуба новая? Норочка? Да? Шуба стоит. Сколько дадите? Или не настоящая, не могу понять. Это настоящая? Уже успех! Девочки явно засомневались. Причем даже после того, как потрогали мою эко-норку на ощупь. Это твоя шубка, если? Да, это моя. На улице холодно. Знаешь, какая она теплая? Может, ну это же натуральная, да, норочка? Да, вот понимаешь, вот здесь вот надо смотреть, мне сказали. Ну, знаешь, когда ее одел на себя, никто туда под низ не смотрится. Блеск. А так вот так дырешься, и ветрезно-то складно, вот так напарший погляд. Но главная задача моей шубы, конечно, согревать меня лютой зимой. А теперь приготовьтесь. Сейчас будет битва шуб. Моя эко против Аниной натуральной. Так какая же из них греет лучше? Ну что, Анечка, не мерзнешь? Ну как сказать? Прохладненько немножко. А ты? Ну, пока держусь. В общем, топчемся вот так полчаса. И вроде бы обе не мерзнем. Но и погода не настолько уж зимняя. Так шубы не проверишь. Давай что-то более радикальное попробуем. Давай. Например. Сейчас узнаешь. Поехали. Замкнутое пространство. Пять на пять метров. Холодина нереальная. И повсюду расчлененка. Я сама чуть-чуть в шоке. О, Боже, Ира, куда же ты меня приедешь? Заходи. Зато холодно, как на Северном полюсе. В этой морозильной камере для хранения мяса температура на градуснике ноль градусов. Мы с Аней вооружились электронными термометрами. Вот эта циферка у нас показывает влажность, а температура по Цельсию вот, ноль шесть градусов. Но она падает, то есть здесь очень прохладно. Сейчас с помощью этих устройств мы проверим, какая из шуб сможет лучше удерживать тепло нашего тела и не пропустит к нам холодный воздух этой морозилки. Берем эти градусники, упутываемся и меряем не тело во внутрь. Ну вот где-то, да, вот здесь возле кофточки, под шубкой. Да, ну что, поехали? Поехали. Мы решили испытывать шубы 15 минут. Нюхаем мясо и ждем. Я вам честно скажу, еще пока что неизвестно, что покажут наши градусники. Но вот честно, в этой моей шубочке псевдонорковой не холодно. Даже в холодильнике. А блестит она здесь еще лучше. А теперь кульминационный момент. Я не волну. 14,7. Ну, у меня 12,8. Ну, ты знаешь, разница небольшая. Учитывая стоимость твоей и моей. Три градуса. Три градуса. Итак, вывод первый. По термостойкости искусственная шуба уступает натуральной. И это при нулевой температуре холодильника. А если бы было градусов минус 10, вот это бы я окалела. Но продолжаем тестировать. И теперь начнем не менее отчаянный эксперимент. Уверена, его результаты волнуют женщин куда больше, чем риск замерзнуть. Как же оценят такую эко-норку обычные прохожие? Заподозрят ли подделку? И не опозорюсь ли я, господи, прости, прямо посреди крещатика? Для моего эксперимента прошу помощь у моей подруги Даши. Хорошо быть в мехах, правда? Не говори, Еруся. Уже с первых секунд эксперимента наши шубки буквально приковывают к себе оценивающие женские взгляды. Присмотритесь повнимательнее и вы. На ком из нас какая шуба? И из какого зверя? Чтоб вы не сомневались, и на мне, и на Даше все те же эко-шубы. Даша на впол стоит 2000 гривен. Моя поколена всего полторы. Как вы думаете, какой это мех? Безусловно. А какие есть меха? Ну, вот вам что первое в голову приходит. Как вы думаете, какой это мех? Шиншилла. У меня шиншилла, да? Кролик? Вы тоже так думали? Но, пощупав Дашин мех, молодой человек явно что-то заподозрил. Сколько, как вам кажется, вот эта шубка стоит? Моя шиншилла? Искусственная. Ты же 10 гривен. А моя? 1030. Это удивительно, Дашечка. Первая прохожая. И сразу сказали, что моя шубочка тянет минимум на 30 тысяч гривен. Дашина, ну, потому что маленькое разоблачение произошло, аж на 10 тысяч. И несмотря на то, что искусственная. Это успех. Продолжаем соцопрос. По тому воду шубки. Как вы думаете, какой это мех? Это искусственный мех. Опа, а вы мех продаете? Да. А как это, вы говорите, сразу угадали? Я уже вижу просто, ну, по структуре, по это самое. А вот этот? Ну. Не трогать. А если не трогать? Ну, этот более похожий. Кого? Какой-нибудь берег? На кошку похожий. На кошку? Скажи мне, ну, норка. Ну, не, не норка, а что-то такое, песец такое, что-то, ну. Да, песец? Стрижены. Да, да. А по ценовой политике как будет? Ну, вот это где-то будет 8. 8? Даже не стоит. Да, не, не стоит. Хорошо. А моя тогда? Ну, 1015-1020. Да, мужчина угадал, что Дашина шуба искусственная, зато оценил ее в пять раз дороже ее реальной стоимости. А вот эта женщина в мехах уж точно безошибочно определит, что и почем на нас с Дашей. Меня Лиса. Черноборка. Вот теперь... Я в своем ателье, поэтому я знаю ценовую политику шуб. Ну, ничего себе, как мы удачно попали на эксперта. Неужели нас сейчас расколят, как орешки? Спрашиваю, из чего меха Дашина шуба допят? Думаю, норка. Норка, да? А моя тогда? Похоже на норку, по крайней мере. Как вам кажется, вот это сколько? 110-120, может быть. Тысяч гривен. Ну, где-то так. Да? Тогда, ну, соответственно, моя. Ну, 1080. 80-90. 90 тысяч гривен? Ушам не верю. Шубку в полторы-две тысячи гривен, прохожая в центре Киева, на самом Крещатике оценивают от 15 и аж до 120 тысяч гривен. А сейчас время моего самого ответственного и серьезного эксперимента. Закрытая вечеринка, жесткий дресс-код, фуршет ломится кулинарными изысками. А каждый второй год здесь знаменитость. И я в шубе за две тысячи гривен. Вы не натуральные, нет? Да вы что? Вот я не пострадала. Она мне так подходит. Не трогай, вижу, вижу. Пока ничего не предвещает беды. И, похоже, мои шубки уже даже некоторые тайно завидуют. Вполне замечательно она выглядит. Она даже на ощупь нормальная. Нормальная? Нормальная. Как вдруг попадаюсь на глаза прожженной модницы Монро. Чувствую, сейчас она меня выведет на чистую воду. Как вам кажется, из кого моя шубка? Ну, это стриженная нутрия. Как вы так сразу, без сомнений? Конечно. Без сомнений, потому что мехами я увлекаюсь давно. Могу так на глаз определить, что, ну, по-моему, это щипаная нутрия. Какую цену вот эта вот моя? Если шубка новая, она будет стоить приблизительно 12-16 тысяч. У меня аж душа запела. Может, уже и не рассказывать всю правду? Искусственная шубка. Искусственная. Да, но, вы знаете, это отличный мех, потому что даже я, эксперт, не смогла на взгляд отличить искусственный мех от натурального. Даже даже светлая тусовки, мою певдонорочку восприняли на ура. Это значит, что можно смело носить искусственный мех и не тратить лишние веки. О, я взагалі за штучный хутро и пуховики.